Всем здравствуйте! И мы начинаем нашу трансляцию вебинара по основам записи и работы с экшенами. Откроем картиночку, потому что сначала я буду рассказывать, и как-то на пустом экране это будет не очень смотреться, пусть тогда нас радует Ольга Альберти. Первое. Что такое экшены и для чего они нужны? То есть понятие экшены или макрокоманды. В фотошопе это такое жаргонное название экшены на русском языке. От английского actions. Или в русской версии они называются еще операции. Экшен или макрокоманда это последовательность действий в фотошопе, которую можно записать и использовать в дальнейшем для ускорения или автоматизации работы. Экшены находятся вот здесь, в палитре операции или actions в английской версии программы. Вызывается эта палитра через меню окно операции. Либо для вызова можно нажать комбинацию клавиш Alt F9. Сейчас я некоторое время потрачу на изложение основ работы с экшенами. Кто-то может это знает, уже давно работает в фотошопе. Кто-то новичок и не совсем еще с этой темой знаком. Поэтому, так сказать, всех нужно привести сначала к одному уровню, а потом уже давать более сложные вещи. Вот этим мы сейчас и займемся. Экшены в палитре операции хранятся в виде наборов. По сути папок. Вот значки папки. Вот я открыл набор и, как видите, вот здесь у нас кое-какие экшены уже есть в фотошопе по умолчанию. В наборе может быть любое, в общем-то, разумное число экшенов. Ну, конечно, перебирать с их числом в одном наборе тоже не стоит. А лучше всего формировать наборы экшенов по функциональному признаку. Например, экшены для повышения резкости в одном наборе. Экшены для ретуши, пусть у вас будут в другом наборе. А для цветокоррекции и прочих там эффектов в третьем и так далее. Либо можно группировать экшены по рабочим потокам. То есть, например, одна папка, один набор с экшенами у вас предназначен, скажем, для ретуши. То есть, вы там запускаете экшены фактически один за другим. И это вам ускоряет работу. Либо следующий набор, например, для обработки пейзажей. Там уже какие-то свои специфические операции. То есть, вот так лучше организовывать экшены. То есть, чтобы как бы такого разнобоя не было. Для создания набора операций достаточно кликнуть по значку папки в палитре операции. Вот он. И затем ввести название. Вот я ввел название. Нажимаем ОК. И вот у нас создалась папочка. Далее в этом наборе можно создать любое нужное количество экшенов. Для записи экшена нужно нажать вот сюда. На пиктограмму листочка с загнутым уголком. Вот у вас появится вот это название по умолчанию. Операция 1. Лучше, конечно, ввести сразу операцию. Название, скажем, резкость. Затем нажать записать. Произвести необходимые действия. И экшен у вас будет записан. Кнопка стоп служит для остановки записи экшена или его воспроизведения. Вот она с квадратиком. Запись можно продолжить в любой момент и с любого места экшена. Например, чтобы добавить или изменить некоторые команды. Но до этого мы еще с вами дойдем. Воспроизведение экшена также можно продолжить с места остановки или с любого другого. Но злоупотреблять этим не стоит. Потому что если вы воспроизведете экшен откуда вам заблагорассудится, а не с его начала, то получите совсем не тот результат, на который рассчитывали. Но остановка экшена во время воспроизведения с помощью кнопки стоп, то есть, например, остановка экшена во время воспроизведения с помощью кнопки стоп, она, на мой взгляд, не актуальна. Она актуальна только при отладке экшена или его анализе в режиме воспроизведения с остановками. В обычном режиме экшен выполняется настолько быстро, что вы просто не успеете его остановить на какой-то определенной команде. Если, конечно, вы не задействовали какие-то очень ресурсоемкие фильтры. Ну, как я уже сказал, для проигрывания экшена нужно нажать кнопку воспроизведения, и тогда экшен отработает все команды, которые в него записаны. Если, конечно, в нем не вставлены специально остановки, которые требуют повторного запуска для продолжения работы экшена или диалоговые окна. Экшены также можно сохранять из палитры операции и загружать новые, записанные другими пользователями. Но делается это только наборами, то есть вот такими папками. А не одиночными экшенами. Одиночный экшен сохранить или загрузить нельзя. Для того, чтобы сохранить операции, нужно выделить набор, перейти вот сюда, в контекстное меню, и выбрать «Сохранить операции». Затем выбираете место, куда вам нужно его сохранить, вводите название и нажимаете кнопку «Сохранить». Вот таким образом. Для того, чтобы экшены загрузить, можно поступить следующим образом. То есть также в контекстное меню «Загрузить операции». Выбираем нужную операцию и загружаем. Вот я загрузил такой примерчик, который буду использовать в дальнейшем для иллюстрации проблем, которые могут возникать с экшенами. Продолжение следует...